Снимать довольно-таки быстро Ливен Армор. Ну и второй герой, который... Кстати, сейчас очень многие Трант Протектор не особо уделяют внимания этому самому Ливен Армору. Через первый-второй качаются. Ну, первый-второй семечко очень жесткое просто стало. Ну да. Очень жесткое. Ну, не знаю, все-таки Ливен Армор нужно брать, потому что на 10-м левеле у него становится 9 зарядов с талантом. Это да. Очень жестко. Тут, наверное, от стиля зависит. Если Трант захочет загнобить вражеского Кири, то есть пойдет в оффлейн, то, наверное, ему есть смысл через первый-второй покачаться, чтобы прям вообще... Первый-второй, да, точно. Не давать продохнуть. Если есть возможность, то почему нет, собственно говоря? Конечно. Опять же, получается душить души. Ну, таки, да, и опять же, 10-й левел. Если ты берешь еще Ливен Армор, где ты этот 10-й левел будешь брать? Когда ты его получишь? Наверное, 20-й, 30-й, когда он не особо же будет нужен? Нет, первый-второй хорошо. Так, Виндрейнджер и моментальный ответ в виде Мирана. Мирана потенциально тоже неплохо под руты. Тренд протектора с появлением 6-го уровня может шальная стрела залететь. Зачем тебе ждать 6-го, если ты можешь давать синвизору ты? И в этом случае так же. Просто это выглядит как очень довольно неприятная линия. Сколько на 4-м? 2,2, по-моему, секунды, да? Это много, чтобы стрела полетела. Ты даешь, в общем говоря, удар, даешь ультимейт, даешь еще удар. Еще одна тема Метерхаммер, бесконечно, да, с Метерхаммером ты можешь вообще там секунд 12 держать в стане противника. Не говоря же про то, что у тебя еще куча урона залетает постоянно от своих тычек, от семечка и всего прочего. Уже больше похоже, знаете, на историю, когда противник просто ничего не делает, просто стоит, а ты ему вот эти все удары даешь. Но он не может, ты знаешь, это как в Мортл Комбате, то есть ты начинаешь делать комбои и типа... И в волчат пишешь, подождите, не двигайтесь. Я сейчас попробую, сейчас я вспомнил. Именно так. Что ж, Сларк в бане. Пагна. Это он. Пагна? Пагна. В бане? Уже вторую игру на прошлой карте тоже был забанен этот герой. Морфлинга не захотели отдавать. Я все еще не считаю, что они полностью игнорируют Ликантропа. Да, вот это, кстати, тоже вопрос. Но опять же, против тренд протектора не самый лучший пик, по идее, потому что были такие поверья, слыхал я о них, то, что Ликантроп не любит тренд протектора. Но почему не взять его против Берджикироса? Да, да, совершенно верно. Как раз к этому хотел перейти. Почему не взять против Джеккироса, соответственно. И да, нет никакого логического объяснения, почему бы этого не сделать. Мне не сделать. Потому что, опять же, Ликантроп силен А на линии, в принципе, так все равно по большому счету. И вот сейчас еще под Найт Сталкера, чтобы тебя ночь противник активировал, а ты раз, у тебя хавлим Макшин. Да, да, да. Причем в прошлой игре у нас вместо Марфа Бумурсевича шел в бан. Сейчас он как раз таки, если даже будет в хуле, Ликантроп убегает от него. Не особо страдает. То есть ты еще как бы полукантришь его своими героями. В общем, непонятно. Непонятно. Герой сильный, почему-то его начали игнорировать. Но опять же, меняется мета, меняются приоритеты. Скорее, дело в этом. Опять же, мода. Ребят, знайте, мода. Вот они. Привет, ребята. Вернулся с другом. Бобры. Крутые бобры. А что они несут? Зачем нам сток шариков? Шарики, они несут праздник, Иван. У нас вечеринка? Ну, по всей видимости, да. Я человек простой, верю шарик, ставлю лайк. Дельзя отказываться от шарика. Виктор Виверна. Вот это вот уже становится интересно. Виктор Виверна. Типа тоже под Патмо как-то, я не знаю, комбинить. В принципе, как это все пробить? Тебе нужно фокуснуть и Трента, и Виверну, а потом только убивать героев. Берешь весь, или вот тот же самый, у тебя, типа, герой не хилится особо. Но выключаешь, зато фокус в Эрке. То есть, Виндрейнджер начинает кого-то фокусить со своего ультимейта, стана, и тут появляется Виндрейнджер, дает колбу, и все. И как бы Виндрейнджер говорит, моя инициация закончена. Если я правильно помню, то покупка Дживелина как бы нивелирует все проблемы. Не могу с тобой поспорить, потому что… Ты стреляешь дальше и не паришь, то есть он умирает сквозь. Потому что ты футблогер. Да, потому что… Я могу тебе сказать про вкус KFC, про вкус курочки KFC. У меня вот прямо здесь стоит съеденный бакет. И спойлер, он потрясающий. Поэтому я, Иван, готов тебя поддержать. Хорошо, спасибо. Вы знаете, ребят, я все раздумываю, а зачем же Виндрейнджер здесь, в чем план? И, вероятно, взят герой ради Найтвижена, который есть у него в талантах. Кажется, на 15-м, что ли, уровня, получает плюс 500, вроде бы. Вот. Наверное, в этом дело. Курс, который мы видели сейчас прекрасно на экране капитана команды. Марлерином. Так, вот видим мы мышку игрока, и вот он там наводил вот этого парня с тотемом. Кстати, кто это? Интересно. Еще не могу не заметить, что Найтсталкера в последних патчах сильно достаточно порезали. Его не просто так не пикают, не банят. У него днем вообще беда. Да, днем. Нет микростана, нет урона, нет сайланса, у него сейчас вообще ничего не работает. Он не может ничего просто днем, да. Тем интереснее будет посмотреть на реализацию этого героя команды Invincible. Возможно, Мантис как раз брал, не зная, что его подрезали. Это Киарико. Ярослав, да, в соседней кабинке. Ну я, в общем-то, первую часть гайда на Брюмастер получил, небольшую я записал, так что, если что, можно будет потихонечку, помаленчико в течение ивента набрать этот гайд. Да, информацию мы получили от Ярослава. Ну знаешь, кто-то должен заняться просто просмотром всех стримов. По-любому Ярославу задают вопросы про Брюмастера на его стримах и так далее. И он наверняка говорит там по минутке, по полминутке и уже на полноценный гайд, в принципе, может вырасти видео. Ну да. С разных стримов, с разных трансляций, официальных, неофициальных. Вот если где-то в текстовом виде есть варианты этого мнения Ярослава по поводу гайда, можно озвучить голосом Google мужика, соответственно, и сделать гайд. Я про то, что так уже делали с этим, с SFM-редактором видео, и он был типа найден в файлах этих Fortress в 2007 году, и его там смогли как-то подсобрать и сделать работающую версию именно фанаты в первую очередь. А потом уже Valve расстановил, выкатили, добавили его, всеобщее пользование выпустили, как свою утилиту. Так, Marlerina банит PL в качестве последнего бана, сейчас надо пикать, надо брать 2 минуты на раздумье. Да еще одного короба вот хватать, по мне кажется, вот против кунки. А что если это Винтер и Верна, третья позиция? Там скорее всего флэйн будет. Я бы брал Зевса. Мирану на третью надо ставить, потому что против кунки она не очень смотрится, а вот на мидл сейчас кого-то брать. Да, это инжерсерферит. Вот как-то так. Так, у нас получается Винтер и Верна Урса, Мирана Трэнд Протектор и Эмбер Спирит. Да, и вот сейчас у Тима Эмбер Спирит. Оу, 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 оу. Мы знаем, как пробудить людей. Я тут просто подумал, что если убрать Гатханта, то как раз и КБУ и здесь получается. Ну тогда и Диму, Диму. Но он и Женя в эфире. Ну это правда, это правда. Так вот, если в Рунской игре есть 25 секунд на то, чтобы взять героя, который будет хорошенечко так подкантривать Эмбер Спирит в миде и ничего не дает делать. Вспомните Хусика. Хусика вспомните, ребята, ребятушки, ребятули. Под Хусика надо кого-то брать, потому что Руса его сожрет. У тебя нет здесь ни Ораку. Она тебя сожрет. Мне кажется, надо не париться, Кунку в мид и просто Вайда брать. Есть, смотрите, есть Хусик, пожалуйста, Хусик. Ай, как больно. Ну, так не работает. Ну что, 2-0? Это Луна. Ну так не работает, реально. Луна такой герой. У нее не будет времени здесь, скорее всего, выформить все, что она хочет. Хотя от суппорта зависит, опять же. Там такие пассивные суппорты, защищающиеся. Если пойдет игра, то можно и подзадавить. Таки дашь ультимейт, Луна убивает всех своих. Таки да. Таки давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вторая карта между Марли Рина и Esports и командой Invincible начинается прямо сейчас. Ну а мы передаем слово нашим комментаторам, Гатханту и Энессу. Спасибо большое, Иван. Мы тут с Ярославом тоже ярко обсуждали пики, поговорили. Ярослав считает, что фаворит здесь в Марли Рина и Esports. Не то чтобы по пику, просто фаворит. Мне кажется, они должны играть в финале. Ну, такое у меня сложилось впечатление. Так что, конечно, обоим коллективам я желаю удачи. Победит сильнейший, все такое. Invincible в первой игре показали очень хорошую игру. И, возможно, конкретно имбовость Спектры сыграла свою роль. А не то, что они играли хуже. Не имбовость Морфинга, который не мог себя показать. Потому что по фарму все было круто. Если бы любой другой герой на линии столько же вынес, то... Но не любой. Я думаю, если бы ЦМ-ка на 25 тысяч была, возможно, тоже бы она немного не сделала. Нормально, Дезолятор, атак, спит. Морф играл неплохо, но просто он не смог действительно раскрыться в той игре. Посмотрим. Теперь Хейс играет на Луне. Луна и Джакиро. Ну, тут зато очень хороший пуш-потенциал, смотри. Луна, Джакирос. Опять же, какая-то ВР, когда наберет хоть какие-то айтемы на атаку. Ну, а там вышку надо сносить с одного захода. Ты против дерева играешь. ВР четвертая позиция, я полагаю, в этой игре. Потому что... А, это опять Джучи. Тот самый Джучи. Почему плащ ВР-ки выглядит как картон какой-то? Он, типа, даже не мнется. Кстати, не знаю, да, что с ним не так. Он просто болтается. Это какой-то дешевый косплей. Деревенский. Очевидно, понимаю, что деревенский где-то может быть здесь, поэтому Джучи приходит и пауэр-шотом начинает ломать лес. Я не уверен, что это классная такая прям идея. Как маны много тратить. Ну, Clarity выпил, и нормально сейчас вырубит все леса. Ну да, будет мешать. Он ставит дереву слева, по крайней мере. Дерево сможет ставить справа. Сбить Clarity. Вообще можно было бы... Тысячку! На! Они под стрелу пытались все это затаймить, ничего не вышло. Ну да. А так, если бы Джучи сейчас поймал... Если бы ДК Бейдвард уросли грибы, мы бы ели бы. Обидные росла. Ели бы. Ого. Сильно. Обращайся. Это ультимативная была или разминочная? Это такая. Так, здесь... Ну, по две ваунтеры, ну, в принципе, забирают ребятки. Все нормально. Верка продолжает рубить леса. Ага, здесь что такое? Кункевич на центральной... Он уже хочет убить... Он хочет что-то сделать здесь. Курьера будет убивать. Непонятно. Да. Да не будет никто курьера убивать ребят. Ну, опять Джучи получает Пороша. Ну, дерево, конечно, герой такой. Потразил всю ману уже буквально Джучи. И вряд ли у него получится здесь быть очень полезным. Он, конечно, да, дереву он помешал. Здорово. Но маны нет, жизни нет. Разбил ли ему все лицо и... Ну фиг его знает, короче. Стоил Лену того. Сейчас посмотрим. Так, а здесь интересные противостояния. Ну, здесь такое, знаешь, противостояние, где, очевидно, Луна и Джакира... Посильнее будут. По крайней мере, в начале точно. Два ранжа против одного ранжа. Под аурой это все происходит. Джакира очень сильный саппорт на старте. Просто задувает и бьет с руки. Но если подставится Луна, например, то может и умереть. Ну вот только Луна. Мне кажется, Джакира своими 700 хитпоинтами не особо боится Урсу. Ну, тоже побаивается. Но, в общем, нужно на этой линии играть аккуратно, но все-таки давить. То есть постоянно напрягать Урсу, но просто не подставиться под смерть. Это главная задача. А кто здесь фарм еще, я сейчас пытаюсь понять? Ну, вообще... Найт Сталкер, судя по всему. Нет, Сталкер, Сталкер. Найт Сталкер, да. Ну, очевидно, Сталкер такой, корр Сталкер. Притом, как мы видим, именно на легкой. Чтобы стараться по максимуму, что ли, получить здесь опыта денег и довольно быстро пойти реализовывать. Первая ночь, возможно, ближе к второй ночи, возможно, где-то посередине драка и тут, и там. Кстати, к вопросу не подставится. Не достал Клэп, он вот таки погибает под вышкой здесь Урсевич. Одной тычки не хватило по луне, чтобы забрать здесь Хейза. На нем уже три стака висело. Ну, бывает, бывает. Переагрессировал. Иногда ты, как бы, понимаешь, что тут пан или пропал, и идешь до конца, но, наверное, не стоило того. Дерево хочет, хочет, хочет добраться. Стрела поздно, конечно. Бронжового крипа, и то неплохо. Получил фарм, экспириенс. Да, с деревом можно попробовать пробить, но жирный. Жирный герой 830 жизни, кстати. Серьезный такой. Но Лермора единственная проблема, что там нормально с руки залетает. Ну, насколько я знаю, дерево это сигнатурка Марлерина, и в прошлой игре дерево как раз таки банили даже. Так что нам покажут сейчас Сейюф. Не очень понимаю, как у них читать. Ну, в общем, это тот же самый игрок, который играл в прошлой карте на Таске. И на Таске он был очень хорош. Думаю, что на дереве тоже покажут класс. Может, там план перехват какой-то опять? Странно. А чего решил отдаться? Ну, я говорю, странно, как он там опять оказался. Сейчас спайминг 3-2-2, но в этом был какой-то план, очевидно. Наверное, не просто так. Так, зацепили. Эйза. Пошел рассказ. Начинает расстреливать. Она должна здесь погибать. Определенно, Урс еще возвращается. Сделать телепорт получится, потому что нечем сбить, пока дерево там никак не успевает. Ну, кстати, дерево довольно прикольно перетянулся. Никто не ожидал этого действия. Понял он, что снизу ВР-ка поломала весь этот лес. Стоять уже не так приятно. Можно сменить позицию, сменить линию и сделать какой-то фраг. Это получилось. Ой, тут Батма забирает большого крипа, еще пытается ласт-хитить. Через 6 секунд появится руна, через минуту появится баунти руны. Их стоит повоевать. Так, хейс. Аккуратнее, ну и правильно делает. Нет, тут, кстати, какой нюанс хотел бы я отметить. Обратим внимание на мид и крипстаты. На самом деле, это разнос. Так и есть. Да, 33 на 9 против 18-0. Это очень много. Слишком много укунки. Особенно 9 динаев. Это на самом деле крайне много. Ну, то есть понятно, что крипы убитые там тоже круто, но динаев. Посмотри, 4 уровень. Так он забирает его просто. Ну да, по идее, да. Чеми, это вообще никак не мешает, он просто на хосте его заколотит. Меняй. Бей. Ладьется. И 6 уровень. Появляется кораблик. Ну. А Эмбер может сюда не возвращаться. Несколько раз я видел это противостояние кунка против Эмбера. В последнее время в мете оба персонажа были. И в принципе кунка всегда побеждает, но частенько не настолько сурово. То есть как-то Эмберы как-то выкручиваются из этой ситуации. Но здесь Эмбер не знает, как выкрутиться. Он прям совсем свою линию прогадил. Ему очень тяжело будет. Снова на потме. Хочется зацепить. Никак не получается. Там стоит сентривар. Должен деревянный понимать, что его здесь видит. Спалили, да. Спалили сентрик. Но вообще у Морлери на огромные проблемы. Я вот что сейчас хочу отметить. Потому что, ну ты посмотри. Здесь Урса фармит плохо. Откровенно плохо. Снизу Найт Сталкер на фрифарме. В миде кунка на фрифарме. И вот фактически две линии выиграются прям в хлам. И одна такая на равных. Ароу прилетает мимо. Там катапульты был прикрыт. Кунка запускает корабль. Баф получает. И можно отступать. Отбивается Ботлом. Все. Неплохо. Пытаются еще Мантиса добить. Есть Клэп. Есть замедление. Мантис тоже, наверное, отправится вернуть. Да. Хватает урона через спейс. И пауэршот прилетает. Урсу тоже убивают. Джучи на страже. Да. Но Урс еще и гибнет. Ему, конечно, просто непонятно, на кого вообще положиться-то в этой игре. Посмотри. У Эмбера все плохо, у Урса все плохо, у Мирана плохо. И не очень здорово. Ну, по-твоему, не так плохо. Две стоны от Урса. Что-то в троечку входит больше, чем у Луны. Ну, ладно. Окей. На четвертый уровень просто такое. Такое. Ну, хорошо. У нее нормально, но просто она не столь полезна, например, как Найт Сталкер. Который может делать очень много в ближайшие минуты Мирана. Еще будет фармить, фармить, фармить. В общем, тяжелый старт для Марлерина. Нужно пытаться как-то камбэкать. Главное, не расвидеть, наверное, оппонентов слишком сильно. Ой, в сервере у Кунки 3-4 тысячи денег практически. Просто невероятно. Он идет драться. Почему бы нет? Кораблик есть. Нашел. Он с дабл дэмэджем. Спейси подлетает на торренте. Точка-раз, точка-два. Можно спрятаться, выиграть немного времени. Корабль приезжает, и Спейси погибает под гормой. Под гормой, извиняюсь. Ну, разумняли. Неплохо. Выжили из ситуации. Хорошо. Гурин идет отсюда? Эрол-то все еще с дд. И он продолжает раздавать. Ой, как больно он делает. Да, еще и рун классную нашел под такую драку. Дд идеально. Заезжает. 4 тысячи теперь точно денег. Возвращается в мид. Все еще с дд, кстати говоря. А там Эмбер Спирит просто получает... Ой, какие... Ой. Чайные. Не повезло. Все время может умереть. Да. Что-то жесть. Что-то... Что-то какой-то... Пока просто соль для стрелочки. Так и есть. АРО почти десятый уровень. Просто ходит, убивает всех на карте. Выиграл мид, выиграл верх, выиграл еще раз мид. Может прийти в мид, наверное, и там выиграть. Можно подловить. Будет ли Клэп. Чучи пытается бежать. Дуау Брэс. Неплохо. Привязка по двоим. Пошел еще и пауэршот на развороте. Можно и подраться. Элмо. Мантис. Мантис должен погибать. Так и есть. Хейс. Не хотят отпускать отсюда. ЭРО уже здесь нет. Остановись, демон. Кораблик. Что, по двоим? По двоим, похоже. Да. Оу. Как же больно. Это минус 2. Да что? Остановите его кто-нибудь. Это даблкил очередной. Но у него только триплкил пропал буквально 30 секунд назад. Так это рэмбэдж практически. Это получается рэмбэдж с небольшим дилеем, да? Да. Но что-то да. Что-то здесь ЭРО разошелся и прям творит какую-то дичь. Но вот что бывает, если выиграть мид и потом начать реализовывать, так сказать. Не просто остаться стоять в миде, а начать двигаться. Не двигаться. Да, она ничего не могла. Может она опять четвертого уровня. Мы переключались сюда минуту 2, наверное, назад. Она была четвертого уровня. Сейчас уже почти пятый, конечно. А Роу попадает в ранжевого крипа. Все здорово. Но тем временем Малик-то уже почти восьмого. А это Найт Сталкер. ЭРО, ты уже здесь? Ой, ну нет, нет. Простил. Это маньяк, который бегает по карте. Продолжает. Везде все плохо. Везде все плохо. Видите, Ялма непонятно, зачем он фитит. То есть, если что-то пошло, то можно уже было бы и в лес пойти там пофармить. В конце концов, Урса может... Урса даже и Аншентов может фармить с горем пополам. Только не новых, а тех, которые регенятся. Их, конечно, тяжело. Да. А всех остальных... Ну, то есть, уже давно можно было бы на эту линию вообще не возвращаться. Отправить туда кого-нибудь. Там ту же Виверну просто опыт получать и так далее. Кстати, насчет Виверны. Очередная смерть. И ЭРО, конечно, не умрет. А будет Ормлет. Хотя вот сейчас его бы подловить в такой момент, когда у него мало жизней. В принципе, один раз забрать Кунку. Особенно, если деньги получит какой-нибудь Эмбер. И вот этот вот... Разрыв их, он сократится... Ну, просто до одной тысячи буквально. Кунка потеряет там кучу денег. Эмбер получит кучу денег. Плюс еще пофармить, пока Кунка будет в таверне. Ну, осталось забрать Кунку. Осталось только забрать Кунку, да. Это, к сожалению, пока является задачей невыполнимой. Малека здесь пытаются пробить. Он довольно толстый. А вот, кстати говоря, ЭРО не надо. Маньяк, остроились. Вот сейчас бы его не забрать. Больно с Плэшом. Пошел корабль на ход. Гурин пытается уйти. Здесь еще деревянный. Деревянный получает корабль, но решили забрать его, наверное. Да. АРО прилетает рядом. Погибает здесь дерево. АРО не хочет останавливаться. Сейчас бы. Вот в такие моменты здесь увидеть Эмбера, который просто влетает в Кунку на трех ремнантах. И Кунка, очевидно, ничего там не забудет. Слишком много ТПС ты сразу получаешь в лицо. И это камбэк. Но этого не делается. Мы не видим Эмбера. Он продолжает пылесосить леса. Он приходит, но его здесь видят. Он же прям по сентри Варду прошел. Привязочка. Неуспешная. Не отпустит отсюда, конечно же, Луну. Такой фраг. Опять с проем убили. 242 золота получаются. Да у Луны нетворс видел такой? Да, да, да. У нее там ничего нет. Это развод. Это развод, чтобы набрать классы. Как будто бы это кэри. На деле кэри тут Найт Сталкер. Кэри здесь Кунка. А Луну пока вообще можно и не трогать. Герой 2600 Найт Ворса ничего не фармит. Стоит в сложной. Никаких стаков для нее не делают. И вообще ничего не происходит. Поэтому нужно думать, как вот этого парня убивать. Как убивать этого парня. Ну или хотя бы Найт Сталкера. Не знаю, как этого парня убивать. У него сейчас Шадоу Блейд появится. Он будет такую плюху вешать из Инвиза. Вам не покажется. Ага. Так, вам подпоубить. Можно насадить на Ультимейт. Можно насадить на Ультимейт. Просто, чтобы подошел Урсич поближе. Так, Урсич нападает. Я не уверен, что Урсич и получится. Мне кажется, Урсич сейчас еще и наполучает здесь, скорее всего. Айс Патом вот зацепили. Можно посадить на Крест, накинуть Торрент. А Торрент здесь уже не появится. Эмбер заберет или нет? Должен. Забирает. Получает очень много денег. 748 упала в копилку. Можно еще и на Эд Талкера забрать. А это тоже очень приятный фраг. Даблкил. Да. 4600 на Творца. Ну, не до 1000. Но до двух с небольшим. В то время, когда я говорил, разрыв был не такой большой. К тому же сейчас пока Кунка в таверне. Эмбер пофармит. Пофармит. И разрыв действительно будет уже не настолько ощутим. И, ну, в общем, произошло то, что плюс-минус должно было. Заигрался. Не надо было оставаться и бить вот эту курсу до конца. Просто отойти и все. То есть тебя спасли. Все хорошо. Отбеги по Т1. Воспользуйся Ботлом. И забудь там крест, телепорт. Вернись в лову и играй дальше. Получишь Shadow Blade. И продолжай бегать гонг. Ну, как бы, имея крутой киллстрик и самый большой уровень, и самый шинный творц, ты становишься в определенном роде мишенью. И все очень хотят тебя убить. Поэтому тебе действительно сложно не умереть. Нужно начинать играть несколько более аккуратно. Но это тоже не очень круто. Нападают здесь. Стой здесь. Да. Есть привязка. Пошел Тейдрингер. Джучи должен погибать. Успевает дать пауэршот. Урса. Отступать. Отступать не получилось. Погоня за деревом. Там Вижен какой-то будет у него? Я думаю, нет. Ну, вообще, может быть, даст. Да, даст. Отлично. В это время убивает Луну. Где-то на другом конце карты. Луна — это опять вот 3-4 стены творца. Хотя, как в Урсе, ладно. Это бедняки на карте. Да, в общем, здесь только кунка выбивается. Нет кунки, предположим, и как-то все выглядит очень даже ровненько. Ну да, 5-4, конечно, играть, Ярослав. Нет кунки. Вроде как нормально. Ну, он как алхимик. Так не должно быть. Он реально слишком быстро как-то все делает. Даже он умер и опять появился. Сделал какие-то очередные фраги. Опять же, заработал кучу денег. Жестяк. Жестяк. Эру, конечно, в этой игре дает жару. Надо его еще разочек забрать, получается. Спейси. Но он будет погибать молодым. Дерево летит сюда. Макропира прилетает прямо на торрент. Бутли дасты. Да. Спалили. Руты по-двоим неплохо. А Роу залетает. Ну, там слишком толстые герои. Сейчас так не пробить даже под вышкой. Погибает здесь и дерево. Можно сцепить Гурина. Настреливают по спине. Посадили на крест. Ну, и Гурина отсюда, наверное, тоже не уйдет. Еще один лип. Не попал по нему тейтбрингер. А так, бом, погиб. 138 китпоинти. Ну, Гурина хорошо сыграл. На самом деле, все. Растаймил очень здорово. Да, руты хорошие, конечно, были. Пробивать нечем. На самом деле, они весьма бесполезны. Потому что руты, это, конечно, скилл, под который надо вносить демедж. Если некому вносить демедж, то толку от них нет. Урона они не наносят уже тысячи миллионов лет как. Поэтому такая себе история. Не знаю. На самом деле, с одной стороны, да, все плохо у Мерлерина. С другой стороны, то факт, что Луна является каким-то непонятно какой позиции героем в этой игре, она как бы не может пушить. А без Луны здесь, опять-то, вот самого тавер демеджа не так много. И можно дефаться. Можно отбиваться через Эмбера, через дерево. Я смотрю, там отбивают сейчас на топе желание отбиваться. Очередной корабль минус Урса. Нет, Саря убьет сталкера. А вот сейчас можно попробовать икунку запилить. Ну, вообще, был бы здорово, но здесь есть друзья. Ну, друзья не успевают. Отлично. Ну вот, и все. И так вот, такими вот действиями, чуть-чуть растягивать игру и просто вводить ее в лейт. Пропушить тебя сложно за счет того, что у тебя есть Эмбер, есть Виверна, есть дерево. Это герой, который очень круто сейвит вышки. Ну, и в лейте-то, как раз таки, мне кажется, что за Мерлерина дело. Потому что дерево и Виверна это очень сильные герои в лейте, как саппорты. А коры тоже достойные. В то время как у Инвинсибл, конечно, теряют в актуальности многие персонажи. Я бы даже сказал, что почти все, кроме Луны, теряют в актуальности со временем. Ну, Кунка-то с парочкой доедался. Так тебе скажу, типа да, но на самом деле это герой такой, знаешь, слишком рандомный. И в надежде на один тот самый заветный удар. В то время как Эмбер, Миран и Урс просто стабильно вносят ДПС. Ну, пока, конечно, Кунка король этой карты. Пока король. Так. Сцепили. Пошел рут. Ароу залетает. Это Двинхед Драгона зафокусить. Но торрент есть. И корабль катится. Корабль попадает в Урсу. Вырубили Твинхед Драгона. Отгоняют от Седу Урсу. Малик должен забирать здесь спейси. Успели поставить в литимейт. Но также крест висит на Виверне. Разобрались также и с Виндрейнджер. Подходит сюда Эмбер. Сбрила Виверну. Погоня. Эрроу зацепили. Вот они, Ремнанты. Должны быть чайные. Погибает Кунка в очередной раз. Это уже минус три. Эмбер не хочет останавливаться на достигнутом коне Малека. Он на хосте. Малик взлетел. Ремнант. Погоню. Приземляется Малик. Снова чайные. Его должны здесь грызть. Это минус четыре. Трипл килл для Элма. Отлично. Отличная игра на самом деле от Мерлерин. Я уже не первую игру замечаю, что они частенько так себе отыгрывают лайнинг. Но у них очень хорошая координация по ходу мидгейма. Придумывают какие-то идеи. Заслуга, безусловно, какого-то, видимо, стратега капитана. Потому что не всегда говорит лишь капитан. Иногда предлагают и другие игроки идеи. Так что здорово действуют они. Мне нравится. Разница уже действительно тысячи. Так. Эрроу. Был близок к провалу сейчас. Прячется. Больненько. Кораблик. Не, не отпустил. Еще тейтблинкер. А тут пауэршот прилетает от Джучи. Стил. Стил. На варды. Понятненько. На досты. Ну, Виверну не жалко. Герой с последним Нетворсом действительно очень мало фармит. И правильно делает Виверна. Такой герой ей много не надо. Так. Видит варды. Джучи видит варды. Прыгает на него. Элмон. Привязка. Стрела. Будут забирать Джучи. Но будет ли продолжение? Например, будут ли бывать Мантиса или Хейзи? Вообще тут Шрайн есть. Но они почему-то бегут от него. Очевидные чины. И настреливают байбэк от Верки. Эклипс пошел вообще ни по кому. Ну, сдевает тут ГПК. Но не смертельно. Кажется, убьет Урсича. Да, точно. Убьет. Потому что привязка отличная зашла. Но это размена на Верку, которая сделала байбэк. И, в общем-то, на Веркс у них не то чтобы прям сильно отличается. Поэтому... Ну да, 167. 167. Кроме говоря, закончилось ничем, кроме одного факта. Скорее всего, сейчас вышка будет падать справа. Тир-1. Ага. И вот это вот уже гораздо интереснее. Если убить Гурина, а это может получиться корабль. Ой, как здорово. Нет, Гурина уже не первый раз это делает. Классная реакция, классные тайминги. Знаешь, не боится. Не нажимает раньше времени. Не нервничает. Спокойно. Сидит спокойно так. Ногу на ногу закину. И говорит, сейчас отпрыгну. И отпрыгивает. И отпрыгивает. Мужик. Мужик, это приятно. Когда твой тиммейт говорит, сейчас отпрыгну. И отпрыгивает, ты говоришь ему, мужик. И плюс мораль. Пошла. Так, в инвизе, кошечки. Нападают так, да. Есть рот по двоим. Ароу полетела. Попадает в Луну. Причем 5 секундочка. Пытаются как-то зафокусить. Привязка хорошая. А где команда? А под... Вот он, Чайны. Это минус Луна. И можно продолжать. Попытка сделать тэп-аут. Никаких вариантов. После байбека начинают настреливать по Найт Сталкеру. Сид не получается закинуть, чтобы замедлить. Но его отсюда отпускать никто не собирается. И Малик получает еще... Не, не получает стрелу. Получает Чайны и погибает. Даблкил от ГПК. И показывает неудержимость уже ГПК. И вообще у него очень здорово. Дэмэджа. Какое огромное количество дэмэджа. Он списал в районе 3-2,5 тысяч. Да. Притом буквально там одними фестами. Ты видел, какой космический урон залетел? А пока ведь нет еще... Долгом предметов. Один Мелл Шторм. Один лишь Мелл Шторм, а уже столько неприятностей. Ну и да, Мролерина начинает возвращать все, что было потеряно в начале игры. Все эти ошибки на лайнах, которые они совершили. Все, теперь уже не имеет никакого смысла. Несколько нагло. Ну, как-то так. Так, не получилось сломать вард. Треться вступить. Ценой двух центров все-таки сломали этот вард. Ну он, оп, сломал только. Сентрак-то вражеский стоит. И используя его, продолжает обставляться и апсами. Да. Не хотят? Опять же, нападение здесь на Большого и Синего. В это время Гурин зарядил стрелу в Кунку. Отвлекает немножко внимания. Может, кстати говоря, какой-нибудь ультимейт хитрый. Мне кажется, он даже хотел. Да, если бы дотянулся до ВРки. Да, да, это нормальная тема. Кунка убивает очень легко ВРку. Просто-напросто в ультимейте. Так, видят. А, спалили Рошана теперь. Там уже совсем чуть осталось. Там Росана Стаклая просто под ультимейтом его забирает. Да, Малик, да, полетел. Замедление по Урте. Старшторм. Оу, как вкус более. Тхд может погибнуть. Должен добирать его. ГПК так и есть. И клипс работает. Погибнет, скорее всего, дерево. Но этого мало. Запрыгивает ГПК. Что ж он здесь делает под Монлайтом? Там же и есть Вижен Курса. Отступил. Старшка странная драка, честно сказать. Все просто что-то бегают. Но сейчас будет вторая волна от Моролерина. Они просто всех поубивают. Оу, как же круто они разыгрывают на самом деле. Очень круто. Они здорово кайтят. Вот. Несколько раз отступили в Рошпит. Они в несколько раз отступили. И несколько раз продолжили атаку. Ну вот, хорошо отточен этот навык у них. Понимают, когда нужно отойти. Когда нужно снова вернуться. Когда пройдут тулдауны на скилл. И не пытаются драться, знаешь, до конца. Лоп-в-лоп, что называется. В драке лоп-в-лоп, скорее всего, сейчас бы они все поумирали. Но грамотный кайтинг. Грамотная смена позиций постоянной. И хороший результат. Снова минус три сделали. Двух коров забрали. И выходит вперед. Он впервые за эту карту по нетворцам. Ну да. И Кунка уже не выглядит таким страшным. В общем-то, Эмбер сейчас его обгонит просто по фарму. А там уже и Урсич тоже подгоняет. Подтягивается. Началась вот та самая Дота-5, когда Кунка уже не может прибежать на любую линию. И с раскаста сделает минус один, минус два. Сейчас бегает в пятером. Кто-то набрал статов. Кунка в Дота-5 вроде как и должен быть сильным как раз таки. Ну, ты видишь, что его здесь могут законтрить. Тут подцепили, тут чайны, тут стрела какая-то залетела. Дерево сид закинуло, чуть сихилиться. Проблема в том, что Луна очень дохлая, ничего не может сделать. Луна тоже не боец сейчас. То есть такое огромное количество денег на Кунке, оно, конечно, круто, но мы видим, что не хватает одного лишь Кунки. Найт Сталкер много нафармил, но герой такой, который все-таки не способен всех убить. И сейчас бы от Луны получить дпс в виде и физического, и магического урона, но пока здесь все очень слабенько. Ну, ты видишь, что Найт Сталкер тоже в защитный такой билд ушел. А здесь затяжные файты, они не сказать, что полезны. Там Ливинг Кармор, там есть Виверна, который сейвит. И в итоге отхила может быть просто очень много. Ну, так и есть. А файты в любом случае получаются затяжные, потому что тот же Кунка, он всех не убивает. Пока нет рапиры, конечно, с двумя дейдалусами. Он делает один удар, там отходит второй удар. Все это растягивается на долгие секунды. И все остальные герои также тут бегают что-то, танцуют, привязывают, стреляют поваршотами. И действительно, для Морлерины это довольно приятная драка. Как минимум за счет дерева. Пара Личсидов в драке — это потенциально отхиленный там косарь хп. Так, есть врыв. Элмо. Зацепить Мантиса. Пошла просветка. Будет ли Рут? Рут пока не дает возможности. Есть Сайланс на дерево. Запрыгает под Мастер. Старшторм пошел. Быстро выключаются свайты и Найт Сталкера. Двух героев уже потеряли. Надо отступать отсюда. Торрент под себя. Чайны. Отдельнейшие. Сбивается ТП. И Кунка погибает в очередной раз. Даблкилл для Элмо. Ну, круто очень играет Эмбер, на самом деле. Мне очень нравится. Линию, конечно, он свою уступил. Но, как я уже, в принципе, говорил, обычно Кунка выигрывает на этой линии. Насколько сильно там зависит от разных условий. Но здесь у Кунки получилось. Но как же КПК здорово выбрался из ситуации плохой, которая у него была в начале. Не расстроился, знаешь, там, не тильтанул. И потом просто начал раскатывать потихоньку свои компоненты. Вот он уже топ-1 по Нетворцу. Дальше собирает Линку. Чтобы на Крест не ловили, я так понимаю. Ну да. Чтобы особо больше... Ну, Крест, Саленс, Найдсталкера, Шеклшот в ВР-ке. Да много скиллов. Но в первую очередь, конечно, Крест. Там, кстати, частичка будет. Чайны по-двоим. Нужно прожимать Эклипс. Отступает ГПК. Ну, под матом наполучалось, конечно, липы пошли туда-сюда. Ну, должен забирать обоих, по-моему. Ну, не факт. А, я им антостайл. Не факт, не факт. И не получилось чейнами зацепить. Да, и вот перехвалил я, перехвалил. Да, и раз на фронт так бывает. Хотя, на самом деле, Гурин немножко начудил. Он помог вместо того, чтобы прыгать как сумасшедший, прыгнуть один раз и просто подраться. Хотя бы внести ДПС. Или могу прыгать куда-то вдаль. И там дать какую-нибудь стрелу, например, на развороте. Вместо этого он прыгнул раз, прыгнул два. Что-то запутался, умер. И потащил за собой на дно еще и тиммейта. И, к сожалению, не пришел на помощь никто. Ни Виверна, ни Урса, ни Дерева. Был бы любой герой, буквально любой. Они бы там убили бы двоих, действительно. И Эмбер бы выжил. Да, так Луна вышла на первую строчку. Да неожиданно, кстати. Забрав стрик. Неожиданно. А сколько он получил денег? Очень много, да? Там 800, по-моему, если не ошибаюсь, монеток за Эмбер Спирита. Ну да, это приятно. А вот Луна вышедшая вдруг на первую строчку. Это меняет очень сильно расклад сил. 813, да, это много. Это очень сильно меняет расклады все, потому что Луна это тот герой, который может убивать. Но, правда, Луна против Виверны не так хороша. Луна против Вивера. Глимер как герой. Но в это время Луна фармала как типа Space. Хотя, конечно, Space путем отдавания героя, который настолько дорогой, это не очень круто. Правда, деньги получила Виверна, ей эти деньги особо инвестировать некуда. Хотя у Виверны там где-то есть талант на денежку на 10 уровне, что ли, 90? А, ну да, вот он красавчик взял. Потому что, слушай, Глимер есть. Да, и Виверна, на самом деле. Вот за счет этого таланта и за счет того, что есть Splinter Blast, который, на самом деле, очень круто отпушивает. И постоянно что-то где-то забираешь, ты какой-то фарм. Иногда фраги. Виверна по итогам, как правило, становится довольно богатым героем, который покупает Глимер, Лотус, там, вплоть до Хекса. Бывает даже такое. Тут затяжная игра должна быть. Я такие люблю. Ну, как и первая. Я думаю, что минут под 40 она будет идти точно. То есть, еще мы увидим минимум одного Рошана, а я бы даже сказал, что парочку. Потому что, ну вот, все. Луна как бы начинает теперь фармить, становиться кором. Но Луне, чтобы стать полноценным, таким крепким кором, который может идти пушить, ну, нужно еще много предметов, это понятно. БКБ, бабочка, сатаник. Это еще тонну-тонну денег. Там у нас снова стычка какая-то на нижней линии, кого зацепили. Arrow, Night Stalker. Ну, его уже не жалко. Он уже почти, он уже потихоньку откатывается в конец. Ну, вообще жалко, как бы, столько фарма на него потрачено, как бы, линия была отдана в его руки. И по итогу сейчас это все превращается в какой-то суппорт дерево, имеет столько же натворца. Ну, они уже сменили, видишь, свои приоритеты. То есть, теперь это Верка, все-таки фармящая, Night Stalker, бегающий. Как бы, смена ролей происходит. Подходит на ГПК, убивает Крипчиков, чинами, зацепил. Arrow отсюда хотят отпустить, а тут, по-моему, всем придется отступать, если получится. Ну, вообще, да, это довольно все опасно. ГПК отлично выращивается от креста. Arrow может получить по башке от дерева. Нет, не получает пока что. Очередные чины. Mantis. Mantis от ГПК. Уже нарегенился с Living Car Moros. Seiyu продолжает преследовать Arrow. Он тут уходит в инвиз и отступает. В итоге без размена. Да, странно. Странно, что никто не умер. Но, опа, Гурин нападает на Луну, попадает в нее стрелой. И Хейс получает кучу дэмэджа. Гурин, Гурин бокова подрубает и убивает. Эти липы через верх. Коп, коп, это как драка индийская. Просто убил. Просто на халяву убил вражеского топ-1 героя сейчас. Гурин круто сыграл. Но повезло, в какой-то степени, что попала стрела. Но кого это волнует? Везет тому, кто везет. Знаешь такое выражение? Нет. И теперь знаешь. Спасибо. Раньше было везет сильнейшим. Нет, везет тому, кто везет. Ну что, пуш-Т2. Метеор Хаммера уже закинут. Привязали. Неплохо. Там Living Car Moros висит. Висит ГПК. Погибнет. Верка здесь погибает. Да, Джуча переоценил свои возможности. Еще неприятный момент в том, что Living Car Moros нет на эту вышку. И она упадет. Скорее всего, так и будет. Да, к сожалению, так и будет. К тому же, баунтируны появились. Их бы собрать. Две уже забрали. И... Ну нет, остальные две заберут уже игроки. Инвинсибл. Даггер появляется у дерева. Если не ошибаюсь, он планировал купить себе Аганим. И в какой-то момент передумал, да. Ну это правильное, очень правильное решение. Там опять на ботами зацепили Night Stalker. И опять его убивают. Ну он уже просто фидит как бы специально в какой-то степени. То есть он просто идет, играет нагло. Потому что понимает, что... У него же поддержки никакой нет. Они же не забирают. Но за это... За как бы... Зажиматься нельзя. Потому что зажавшись с Луной, вы точно проиграете. Нужно дать Луне Space. Поэтому надо играть просто максимально агрессивно. Что-то пытаться сделать. Что называется, куда-то идти. Возможно что-то получится там, пофармить, уйти. Возможно умрешь, да и бог с ним. Главное, что вот герой фармит. Как бы усилиями фидящего Night Stalker Луна остается топ-1 по Netverse. Ну или по крайней мере рядом с топ-1. Да, они с Эмбером воюют. ВТК тоже отстреливает нормально. Появляется Рошанчик. И Алма уже здесь. Ну быстро умрет, конечно. Этот молодой человек. Урса, конечно, нечестный персонаж. Если так подумать. Знаешь что? Это ведь никогда не было запланировано. Что Урса будет так убивать Рошана. Просто так повелось с первой доты еще. Как бы что, пассивка это работает. Никто об этом не подумал, когда эту пассивку добавляли. Ну как бы так и получилось. Теперь фишка. Теперь в скобочках последние 15 лет. Все, никак поправить не могут. Есть дасты, дерево. Приходится ставить руты. Есть привязка на него. Его бы как-нибудь засеймить. Но нет, вам дерево продают. Заезжает корабль. Попадает по-двоим. Деревянный рассыпался. Пытаются зафокусить. Минус Джакиро. Запрыгнул сюда Алма. Он с Айегисом. Приходится использовать манта стайл. Найт сталкер должен погибать. Алма пытается догнать. Но нет. Луна слишком быстрая под Момом. И взять не получится. Под бафом корабля. Там сейчас люди начнут просто умирать. У Луны один хп остается буквально. Кунка тоже здесь гибнет. И Джучи. Джучи, конечно, тот еще бык. Постоянно он так делает. Не первый раз уже. Но это всегда заканчивается примерно одинаково. Просто гибнет. Ну, Джучи это пункт назначения играл. Вот это новый способ умереть. Ну, да, может быть. На самом деле, сыр сейчас, конечно, сыграл очень здорово. Потому что кто-то его там съел. По идее, Эмбер, что ли. Если бы не было сыра, то, возможно, кто-то бы и погиб даже. Но нет, погибло только дерево. На него, в принципе, потратили все вообще. Да, и по барабану на это дерево. То есть, все-таки это саппорт. Хоть и с неплохим уже Нетворсом, но... Не важно. В зоне ГПК. Можно добивать здесь Т3. Я бы сказал, что нужно на ПТ-3. И, в принципе, в идеале уйти. Не надо тут оставаться. Ого! Гурин. Снайпер. А теперь можно и не уходить как бы. Ну, да. Да, да. Мы считаем, что Аегис на Элму все еще есть. Можно и не уходить. Он бьет милишный барак. Каспер был бы недоволен. Малик. Привязка хорошая. Пауэршот пошел. Фокус файр будет. Ну, там вообще-то Аегис, если что. Поэтому он просто, по-моему, спустится на лоу-граунд и будет живой. Ну, выходит, что так, да. Гнаться за ним решили. Никто, точнее, не решился. И вообще надо всем уходить. И максимум кого-нибудь оставить. Все, оставить вот этого партнера. Бог с ним. Все остальные ушли. Тебе не повезло вдруг. Ну, да, да, да. Как бы ты сам виноват. Извини. Вот. Ты сам виноват. Извини. Да, каждый сам за себя. Хорошо. Марлерино делают все хорошо. 8 тысяч уже ведут. И практически не оставляют шансов по оппоненту. Потому что, как я уже говорил, в лейте их пик, ну, явно ярче. Одного дерева достаточно, чтобы считать пик уже более ярким. Потому что дерево с его ультимейт, это безумие в лейтгейме. Просто безумие. Слишком длинный стан. Ты просто ждешь, пока Луна нажимает БКБ и манту. После чего даешь свой ультимейт. И она просто стоит. И фактически ничего от этого не может спасти, кроме диспл какого-то. Но нужен лотус еще. Ну, в общем, слишком много всего нужно, чтобы законтрить один лишь ульт дерева. И ладно, там Луна. Там зацепили на нижней линии. Стоят все. Да, нам в голову. И это минус Джучи. Там что-то много смертей у Джучи. Да что-то много смертей у Джучи, я согласен. На фит подсел 7 смертей. Учитывая, что он как бы третья позиция здесь. Хотя... Ну, третья. Столько же смертей у Кунки. Да, но Кунка начало делала игры, конечно. Джучи делает всю игру. Ну, смотри, видишь, у Эро уже так себе дела. Когда-то он был крут, но сейчас посмотри на эти предметы. Когда-то ты был королем вечеринки. Ну, а сейчас, да. Ну, то есть на 35-й минуте его предметы... Они даже больше похожи, как будто бы он был саппортом, если честно. Ну, такой, знаешь, саппорт, который по чуть-чуть что-то фармил. Туда-сюда. Купил там себе. Никаких критов мы не видим. Мы видим вообще какой-то так себе, на мой взгляд, предмет Элибарда. Это защита против Урсы. Вроде как она запрыгнула, ты ее заткнул, она там не бьет. И вроде все здорово, но... Ну, Урса-герой, конечно, такой, которого стоит контрить. Так же, как и можно Эмирану под контрить этим самым предметом. Но давай объективно. Если ты кунка, ты хочешь делать демидж. Ты хочешь купить себе. Кристаллис хотя бы. Хотя бы, да, чтобы вылетали эти самые криты. Когда ты вынужден купить Элибарду... Нет, Элибарды хороша, ладно. На самом деле, дает очень много демиджа. Как ни крути. Но, учитывая, что это кунка, хочется видеть криты. Хочется видеть криты, потому что это может переломить исход драки. А Элибарда исход драки вряд ли переломит. Ну, при каких-то условиях, но их слишком мало. Один крит по пятерым, он сильно меняет. А два крита по пятерым? Это уже чит Ярослава. И то верно. Это немного нечестно. Так, заканчивается Аегис. Эбисел Блейд готовит Урса. Лишний контроль. Запрыгнуть, зафиксировать. Убить. Урса очень хороший затар. Так это назовем. Есть уже МКБ. Здесь потенциальная бабочка Хейза его не спасает. Верка тоже не может ничего сделать. Будут здесь забирать в сторону пытаться. Пока нас стреливают, да. Опять они стреляют в лишний барак. Начните с Аранжоу. Ей-богу. Слушай, там торрент потрачен. Приходится нажимать БКБ. Элма. Локей запрыгивает. Элма пытается убить. Эмбер Спирит может оказаться в эпицентре. Он решил отступить. Аккуратненько играет ГПК. Говорит, что оно того не стоит. Снова чейный по-двоим. Догорят ли? Адис. Шива, да. Дабл килл от ГПК. Байбеков нет. Только Джакира может выкупиться. Он это делает. Как же душит ГПК на самом деле в этой игре. Просто душит по-другому. Я это не назову. Отличное исполнение своего персонажа. Здорово все делает. Ну и конечно дерево. Дерево тоже хочется отметить. И герой сильный. И исполнение очень сильное. Сцепили луной. Запрыгивает. И алмазь. Пошел. Алибарда уже висит. ГПК провожает. Очередные чайные. Шивы. И скорее всего погибнет здесь луна. Так и происходит. Ливенк Армор висит. Попадает торрентом. Ароу провожает. Приходится сажать на крест урцу. Чтобы она не могла его настигнуть. Вернут подальше. Тратит ультимейт. И можно набивать. Что он не бьет. Он стаки-то можно набивать. Да, он мог набивать стаки все это время. Непонятно. Непонятненько. Луна, кстати, может сделать байбэ. Как и Кунка. В этом Кунка делает. Луна так и сидит. Пока у себя там в фонтане выкупаться не желает. Не позволяет здесь ГПК улететь на телепорте. Но если он знает, что там лежит реген справа. Он бы понял, что его... Теперь узнает, Ярослав, как будет. Он точно это узнает, когда Элма мимо пройдет. Опа, вот и он. И как раз ГПК сейчас возьмет реген. И все у него будет отлично в его жизни. Да, и вот дерево, как круто этот герой отыгрывается. Потому что просто не позволяет забрать вышки. До сих пор Тир-2 вышки стоят. Не было бы дерева, скорее всего, давно бы уже не стояло. А может быть и Тир-3, и Бараков, кто знает. Кто знает. Да, все, потерялся у нас Кунка в этой игре. Да, можешь уже туда не смотреть. Только Луна может в этой игре выиграть. Но у Луны какой-то... Во-первых, у нее странный закуп. Ну, как странный. Может быть, он как бы и оправдан, но в пика это вот... Пика плюс Скадди? В пика Скадди. Два похожих арт-факта, скажем так. В пика Скадди, Мом и Манта. Понимаешь, нет даже БКБ до сих пор. Есть чили. А как бы с БКБ играть-то в этой игре непонятно. Ой, там еще и Ароу попадает. Минус так это 100%. Помнишь, он ловил стрелы? Да, он ловец. Ловец, как Дэри Поттер. Он продолжает. Я выбираю тебя. И стрела летит. Как бы... Мантис топовый покемон, получается? Ну, возможно, но... Притом, даже когда стрела летит не в него, она попадает в него. Не очень сильно везет. Так, Спейси ловит здесь прокаст от Кунки, но... Уже не страшно, повтори. Урона почти не заходит. Да, Кунг сам боится больше, как говорится, чем Виверна его. А там у нас этот молодой человек. А там вот этот молодой человек, третий Рошан. Но сыра ЕГЭ шард. Шард дадут, скорее всего, дерево. Дерево идеально зайдет. Ну, взяла пока Виверна, но, мне кажется, Виверна отдаст дерево шард. И это будет бомба. Два ультимейта дерева, это просто невозможно. Да, так и есть. Сыр Эмберу. А ЕГЭ с Урси. Шард на... О, еще есть Аганим. Аганим и Рефрешер шард. Это бомба. Бэнк, бэнк, бэнк. Это правда. Да. Это даже очень много урона. Даже просто урона много. Повелиться ПКБ на Луне. Наконец-то свеженький ПКБ. Можно жить. Малека пытаются убить. Моншард. В смысле, Моншард. Я бы сказал, Блэйв. Моншард. Чайны. Попал по двоим. Айспа тоже очень хороший. Вот сейчас бы макрофирку туда. Торрент пошел. Очень много демиджа заходит. Элма пытается спастись. Элма может и погибнет, кстати. А Егис, типа. Ну, слушай, почти ни за что. Эклипсник оставался. Это макрофиро только. Чайны. В очередной раз. Не хотят отпускать отсюда. А вот там куда-то далеко у нас Джучи пришел. Кастуется Мунлайт, Левинг Армор. И Джучи уходит отсюда с Дайгера. Ну да, неплохо на самом деле. На все БКБ развели. И хорошая оборона за счет Жакира и Кунки. Как ни коротки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Уже БКБ прожато. Хейс пытается на Патмана Липе его преследовать. Да стрелял уже все-таки. И байбэка уже не имеется. Без одного кора придется играть. ГПК. Вайспад. Скушал сыр. Не дают наносить демидж из-за того, что приходится бить своего Найт Сталкера. Гурин. Очередная стрела. Ну и убежит отсюда Сайланс. Пошел. Вот он первый рут. Имеется рефрешер. Эмбер опять запрыгивает на хайграунд. Снова чайны по двоим. ГПК готов просто резать. Кунка играет армлетом. И даже выигрывает в эту игру. Но суммарно-то он игру, по-моему, проиграл уже. Но пока еще, конечно, команда из игры не выходит. Но остается одна АВР. И я могу отметить, что Кунка не смотрел фишки. Двойка ему. Не выключил. Да. Не выключил Тайт Брингера в ульте Виверны. А мог. Чтобы не бить с Тайт Брингером своего союзника. Понял? Не смотрел фишки. Я об этом говорил. Эх ты. Молодой. Молодой, горячей фишки не смотрит. Сейчас появляется время посмотреть фишки. Появляется время. Как раз 70 секунд. Просто под фонтаном Брингерниса Элма. И на самом деле будет падать трон. Можно писать ГГ, как не прискорбно. А отбиться здесь не выйдет никаким образом. Там-то лишь 10 секунд. Появится только Найт Сталкер через 10 секунд. Он, естественно, ничего не сделает. Это ГГ. 2-0. Очень уверенная победа. Стоит отметить, здесь Эмпер Спирит отлично отыграл. Ну, мне очень нравится саппорт четвертой позиции этой команды, который играл в первой игре на таске, второй на дереве. Великолепный игрок. Возможно, будущее нашего киберспорта. Поживем, увидим. Как пока что Брингерина попадает в финал. Да. Их там ждут кто? Вайц. Вайц, да. Вайц. А Вельвет будут играть в Вольфен Винцевал. Между прочим, два коллектива из Казахстана. Будут сражаться за третье и четвертое место. Не знаю, вот вроде кунка, да? Великолепный старт. Все круто по артефактам. Разрыв в 3-4 тысячи нетворца в какой-то момент с вражеским мидером. Саппорты, да и не только саппорты, рассыпаются буквально с двух тычек. Повезло на все возможные руны и хаста, там и дабл дэмэдж в нужный момент было. Трипл киллы, дабл киллы и так далее. Ну вот не тот, по-моему, герой, которым можно взять и получить такое преимущество и закончить игру. Вот если бы Эмбер имел эти 11 тысяч в момент, как кунка имел 7, там бы разнос был вообще, наверное, тотальный. Ну, он просто слишком много начал, возможно, бегать. Где-то пару раз умер, и на этом закончился его сноубол. Ну и все-таки нужно, наверное, играть вокруг этого персонажа, который имеет такой классный старт. Как-то отталкиваться от него дальше. И просто, возможно, если у тебя есть один такой персонаж, то стоит просто, возможно, собраться в пятером и давить на все подряд вышки, постоянно драться, 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 защищать его, протектить и отыгрывать от него. А там как-то было, что они продолжали бегать по одному, туда-сюда, и в итоге он раз умер, два умер, и все, уже ничего не делали. А там это имело смысл, потому что каких-то фармеров крутых не было. Если бы Эмбер не приходил на файт, а где-то в лесах был, то там Урсу не проблема разобрать толпой. Да, ну, слушай, все-таки у нас здесь играют не профессионалы, скорее полупрофессионалы или даже скорее аматоры. Это хороший опыт, вот они разберут реплей и будут знать, возможно, в чем дело. Детальней об этом матче после небольшого рекламного блока наша студия аналитики. Вам слово, ребят. Проголодался? Доставка на kfc.ru Это вкусно, просто, быстро или очень быстро. Доставка на kfc.ru Energy! The first radio station to play my song. Energy. Number one for new hits. Between me and my fans, it's energy. I love energy. Every hour. Сломался телевизор? Кажется, пора в Ситилинк. Ситилинк. Магазин электроники и бытовой техники по низким ценам. Выгодно, удобно, рядом. Итак, команда Marlerina eSports.